здравствуйте уважаемые друзья и коллеги я хотел бы ответить на некоторые вопросы которые вы оставляете в комментариях к различным семинарам то что вы смотрите в ютюбе ну и то что чаще всего мелькает на страницах интернета а сегодня я хотел поговорить о соде вообще сода очень интересный элемент который о котором действительно на которые о котором можно долго говорить начиная с того что сода известность незапамятных времен еще древние римляне залечивали раны в содовых озерах мы с вами ездим иногда в кисловоз поправить здоровье попить содовой водички иногда в карловый вары попить содовой водички иногда трусковец подлечить почки опять содовой водой ну конечно сода отличается от одной соды 1 сода другой тем чтобы побольше микроэлементов или макроэлементов ну и естественно условия которые создаются где-то солнце где-то солнце меньше зато больше воды много разных вариантов но по крайней мере я могу сказать что сода она и в древней аюрведической скажем практике имела место быть соду с незапамятных времен использовали для оздоровления нашего организма и вообще-то сода входит как ни странно в состав плазмы нашей крови если количество соды в плазме начинает падать то потери зарядов эритроцитов и тогда эритроциты начинает слепаться ну и вот здесь конечно выход какое из положения использования тех препаратов которые скажем восполняет эти заряды а в данном случае опять препараты на основе соды если мы с вами возьмем медицину начиная там сначала девятьсотых годов то часто для того чтобы восполнить этот дефицит соды использовали различные капельницы бикарбонатом натрия или там гидрокарбонат натрия ну вот и до сих пор в реанимации когда человека привозят бессознательное состояние то часто первое что капается это сода что у нас в россии что за рубежом я был свидетель когда мне пришлось помогать человеку которого мы привезли в военный госпиталь в таиланде ну вот я был удивлен когда вывозят человека с диагностики и тут же капельница стоит я посмотрел на капельница то родной бикарбонат натрия и конечно если бы сода была токсичной и ядовитой то никогда бы ее не капали никогда бы ее не пили никогда бы они ничего не говорили ну и если мы с вами возьмем немножко истории то олимпийские игры мельбурне 50 золотых медалей тогда ссср выиграла так вот оказывается выиграла за счет чего за счет того что поддерживала состояние крови с помощью соды сода капалась вену сода пилась спортсменами ну и в конце концов и даже сейчас вот если взять моих многих знакомых спортсменов то чтобы достигнуть хорошего результата нужно в первую очередь убрать усталость организма усталость организма чего складывается накопление продуктов распада в мышцах это молочная кислота мочевина естественно это все попадает в кровь и вот это закисление крови дает нам усталость и получается что если во время тренировки или после тренировки попить содовой водички я конечно не беру крайности яд отличается от лекарства только дозой и если без фанатизма принимать соду или какая хотя бы там щелочную воду который ph где-то в пределах 8 8 с половиной то это даст непременно интересный результат то есть тогда нейтрализуется вот эти основания которые в крови то есть молочная кислота мочевая кислота и человек создается иллюзия что он усталость ушла то есть он может даже продолжать тренироваться и таким образом можно усилить процесс тренировки усилить процесс скажем подготовки к соревнованиям за счет того что используется сода я хотел бы даже отметить такое явление что при дефиците сода соды в организме то есть когда в крови не хватает сода то человек быстрее стареет старость это перекисление вообще если так разобраться все болезни наши это болезни перекисления и поэтому современная медицина да и не только медицина целители различные исследователи они все утверждают что вода должна быть щелочная которую мы потребляем потому что все продукты практически токсический компонент который выводится из нашего организма это продукты распада это кислоты и кислота кислоту не выведет а если мы с вами возьмем воду из-под крана то часто это вода не соответствует реальности как так вода из-под крана паши и 5 и 5 или 6 или мы покупаем бутылку вроде воды нормальная чистая вода хорошие там заголовок на ней надписи красивые а когда лакмусы бумажкой или проверяешь тестером то ты видишь что пашты и низкая что эта кислота и что ее паш шесть с половиной семь это в лучшем случае а вообще-то она должна быть 8 8 с половиной для того чтобы обеспечить жизнедеятельность организма свое время когда я еще учился в институте то у нас была физиология и преподаватель физиологии всем студентам говорил студенты если вокруг вас все заболевают самое простое выйти из этой ситуации попейте соду мы посмеивались над этим и только как по происшествии такого количества времени я понял что насколько он был прав в то время и для того чтобы ускорить процесс выздоровления мы очень часто своим лично я своим пациентам рекомендую перед процедурой подходит стакан горячей воды в которой растворена сода это может быть пол чайной ложечки кому-то чайную ложку и после того как провели процедуры на животе я иногда показываю кровь после процедуры после висцеральных практик и что мы видим мы видим огромное количество форменных старых элементов которые выдавливаются в кровяное русло кровь которая как бы после процедуры несколько агрегатированная и что нужно каким образом решить эту задачу конечно опять же щелочными растворами другой вопрос какими растворами мы пользуемся то ли это пусть будет хлорелла а то ли это будет сода но хорошо очищенная подготовленная сода я думаю что она нормально заменит таскать хлорелла дорогостоящие но вообще-то если взять по себе я могу сказать что вообще соду я каждый день принимаю с 2006 года в прошлом я сам мастер спорта по борьбе самбо дзюдо я сожалею что я не знал вот этих азов тогда когда тренировались тогда можно было сделать такой отличный рывок оторваться от всех и я хотел бы показать вот такую книгу это авторы немцы петра инстура иосиф лакомер выведение шлака в путь к здоровью вот книжка и молодец немец очень хорошо описал тут пользу соды и что сода принимается и не только вовнутрь с помощью там питья не только через вену но и через кожу когда даже в бане когда париться полезно на каменку плеснуть соды и подышать над этим потому что опять же идет ощелачивание ведь представьте когда мы паримся в бане то часто токсины они выходят из мышечных тканей там как продукты метаболизм продукты выделения и они несколько перегружают кровь если посмотреть кровь ваш крови вот буквально после бани когда мы расслаблены казалось бы помылись но кровь то густая сгустевшие кровь то слипшиеся агрегатированные и конечно если подышать над паром то есть на каменку плеснули водичку с содой сода поднялась воздух вы подышали прокашлялись очистились легкие кожа стала мягкая волосы смягчились ну вот в конце концов даже зрение улучшается потому что слеза тоже должна быть щелочной если говорить о щелочах то и около около плодные воды у беременных женщин они тоже это тоже щелочь никуда от этого не денешься и вот даже он здесь показывает как идет процесс старения в организме с какими скоростями зависимости от того насколько организм человека находится в ацидозе или в алкалузе контролировать этот процесс достаточно просто вы наверное все смотрели старые фильмы и в этих старых фильмов можно увидеть такой момент когда фельдшер приходит к больному и первое что он смотрит он смотрит конъюнктивы глаза так вот если конъюнктивы глаза светлая цвета лица знаешь здесь ацидогический сдвиг и он предлагал попей водички или разогрей молока стакан молока добавь чайную ложку соды добавь чайную ложку меда и вечером перед сном должен это быть и обычно выпитое молоко является еще хорошим ассорбентом сода усиливает эту ассорбцию ну а мед для того чтобы лучше усвоилась чтобы было немножко поприятней ну и утром человек здоров а почему токсины нейтрализация токсинов которые находятся в крови нашей и в принципе конечно я тут читаю или мне присылают разные заметки или разговариваю с людьми они говорят как же так александр тимофеевич разве можно соду да ты что соду пить ребята нужно знать когда пить и чаще всего конечно соду нужно употреблять когда организм когда вы утром проснулись когда желудке нет ничего натощак вы принимаете соду и причем теплая вода она быстро всасывается в организм она сразу регулирует состояние крови а если утром посмотреть кровь мы с вами говорим смотрим мочу до моча кислая а кто смотрел кровь утром а мало кто смотрел и самое удивительное кровь то тоже она не идеальная и вот в этот промежуток если попить даже этой содовой воды то что происходит в организме на два-три часа кровь становится нормальной то есть каждый эритроцит отдельно и фагоцитоз начинает идти нормально потому что лейкоциты лимфоциты способны бороться с инфекциями для того чтобы потому что есть пространство движения а извините когда кровь идет сгущение и и то вот этого пространства нет и так из за дня в день из года в год и вот вам преждевременная старость вот вам преждевременные болезни ну вот и поэтому чтобы предотвратить это все конечно мы используем и рекомендуем даже соду но здесь нужно понимать что человек который приходит или первый раз все это дело слышит да ему нужно быть очень аккуратным с употреблением соды потому что своим то мы рекомендуем тогда когда размяли желудок когда подготовили живот и начинается процесс оздоровления и обычно один недостаток слишком быстро тогда пациент выздоравливает конечно это как бы эта шутка но тем не менее это происходит и если взять южные районы ну пусть те же районы кисловодска там есть определенные ну скажем так зоны где люди живут и пьют эту соду каждый день готовят пищу на содовой воде также как западная украина там взять такой район сваляву не понравился там много источников которые из-под земли бьет содовой вода но ведь люди живут на них на этих водах и нормально себя чувствует и если взять статистику то там где именно щелочная вода там мало болеет онкологией да и много примеров когда люди выздоравливали только на приеме препаратов из соды ну и для тех кто впервые слышит об употреблении соды вовнутрь я предлагаю посмотреть ранее выпущенные видео на нашем канале вообще конечно не бывает одинаковых пациентов не бывает одинаковых людей и поэтому конечно каждый должен прежде чем решиться на прием этой суды как-то ознакомиться скажем с информацией просмотреть вот даже здесь вот почитать посмотреть мошковского лекарственные средства там очень хорошо описано то что вводится в вены вот медицинская энциклопедия что пишет о соде и вообще а бикарбонате или гидрокарбонате натрия и видите вот все это медицинские энциклопедии только разных годов а кстати или к счастью мне пациенты привозят энциклопедии там из 50 и там из 40 томов 50-х годов 56 год 48 год и очень интересно их листать читать и там много находишь таких ответов на поставленные вопросы что и думаешь а наша современная медицина она так зашла далеко что забыла об этом забыла о том что можно здоровье поддерживать даже соды ну и уважаемые друзья я хочу сейчас ответить на некоторые вопросы которые задаются в ю тубе который мы получили от наших зрителей ну и где-то коллег ну и оппонентов естественно что за сода с цифрой 9 в химреактиве там степень очистки существует и вот три девятки это сода высокой очистки то есть когда говорят о девятке она наверное девушка не дослышала мы говорили степени очистки соды это три девятки когда из соды убраны какие-то дополнительные ну скажем так составляющие сколько не начинаю пить соду самых малых даже количествах повышается кислотность но вы знаете здесь конечно может быть организм привык как уголек тлеть и задача первое конечно бы продавить живот подготовить желудок а потом спокойненько принимайте причем желательно натощак и пусть с небольших доз и обязательно чтобы была теплая вода или даже горячая вода ну и некоторые авторы взять американцев они даже рекомендуют немножко добавлять либо падки либо чуть-чуть мёда чуть-чуть соды нужно гасить кипятком или просто в горячей воде разводить вы знаете здесь вопрос такое но как бы нет как говорят правильного ответа потому что дети едят прям однажды я видел как из коробки ребенок подошел ложкой зачерпнул побежал заниматься своими делами ну и кто смотрел малахова свое время там было выступлением одной женщин которую вышла из большой проблемной болезни связаны с заболеванием нервной системы вот вышла она принимая соду чайными ложками она там показывал как чайная ложка чайной ложкой принимает все аплодируют все здорово и запивает горячей водой ну и я так принимал так тоже нормально только когда ее разведешь так проще быстро выпил и не затрачиваешь ну в принципе то здесь наверное от обстоятельств если как говорят укусила змея то здесь в каком она бы не было сода нужно выпить соду а где купить хорошую соду где купить ребят здесь сложно сказать по поводу где купить ну будем надеяться что в магазинах продают хорошую сода по крайней мере она называется пищевой ну мы с вами говорим что пищевых продуктов тоже много но ведь не все вы покупаете кто-то колбасу ест кто-то не ест также и сода тоже бывает качество или будем говорить те ингредиенты которые содержатся в соде но они в общем не совсем приятные вызывает какие-то дискомфортные ощущения но тем не менее все равно это сода конечно хорошо когда вы соду ведете к сожалению у нас наша скажем промышленность плохо контролируемая и нет скажем организации которые контролировали бы качество соды поэтому приходится брать либо в европе либо в америке кто-то берет в америке ну а кто-то берет хим реактивах и кстати мы планируем как бы мы нашли один источник интересные в котором сода очищенная и я думаю что в ближайшее время это сода появится у нас в интернет-магазине вы можете воспользоваться взять ее хочу также употреблять как и е500 такими же дозами ну а почему нет то есть вы для себя оптимально находите дозу ну бывает так что я я уже упоминал о том что я употребляю соду с 2006 года и супруга моя принимает а началось то вообще такой смешной комичный случай я начал принимать соду она все на меня смотрела смотрела а потом как-то она вышла из ванной и говорит посмотри сколько волос я потеряла я и посмеялся над ней я говорю ну вот видишь скоро ты у тебя волос будут как у меня такая же голова но тем не менее я говорю слушай а давай вот попей соду недельку посмотрим как твои волосы среагирует на это ведь выпадает волос который токсичен в криминалистике определяет чем человек отравили по волосам поэтому давай-ка мы с тобой сода я ее убедил а через неделю когда я заглянул когда на очередной раз мыла голову то меня тоже это шокировало несколько потому что практически один волос который упал с ее головы а все волосы были в нормальном состоянии после этого это было такое убедительное состояние все и она со мной каждый день сейчас пьет бывает так что утром она раньше проснулась она подготовила соду я проснулся я подготовил соду пьем дарья даринская считает соду вредной от нее теряет организм все витамины и микроэлементы конечно ей бы вот все это просмотреть вот это и литературу и не только не у немцев не только но и в америке тоже поинтересовалась бы и вообще-то хуже я себя не чувствую плохого в организме нет наоборот качественные показатели если я 250 прыжков периодически делаю на скакалке как любимое занятие как удовольствие по утрам о чем говорить да и показатели тоже не очень-то плохие по жизни еще иногда хожу на тренировки на 70 лет опробуйте ну даринская не занимается животом может быть у нее как бы свои взгляды на эту тему но я рассматриваю с позиции здоровья с позиции живота вот пришел человек твоя задача хоть спой хоть сплеши лишь бы он был здоров и когда показатели его здоровья они когда человек во первых это собственное ощущение потом функциональные исследования у нас сейчас как говорят москва словам не верит аппаратура аппаратура которая позволяет видеть смотреть это доплерографии это в конце концов к т это частично узи это анализы крови ну и в принципе то опять же и пульсовая и зонная диагностика так что здесь все в этом мире относительно я ни в коем случае до римской не осуждаю она смотрит своих позиций а я смотрю со своих позиций мой тесть по совету врача принимал соду не гашеную растворял ее в холодной воде по словам медиков осуществивших вскрытие после его смерти его внутренности были забиты содой а вот теперь представьте вчерашний день за вчерашний день я просмотрел 20 человек они были у меня на приеме так вот 18 у которых сосуды забиты и если конечно они начинают принимать эту соду сода для них да она улучшит их состояние но она не очистит их сосуды для этого нужно немножко потрудиться над собой и поэтому я нисколько не сомневаюсь что этот человек как раз был из той когорты у которого уже все забито было вы поэтому говорить о том что вот вы будете и такие же да конечно если народ такой приходит но это не связано ни в коем случае не сомби наоборот с его перекислением с его стрессами которые вызвали формирование ишемии брюшной части аорты подвздошных артерий а ведь он не один приходит представьте из 20 18 человек пришли вот с этой проблемой а все ориентировались у одного коленка болит у другого сердце ёкает у третьего шею перекосило у пятого пальцы они мели но у всех одна общая ситуация аорта забитая склерозированная а если дальше посмотреть там и кальцинаты просто когда людей осматриваешь извините еще по пульсу смотришь что ты только руку взял ты уже знаешь что у этого с аорты проблемы и в то же время наша система вестеральной практике они позволяют если человек достаточно осваивает эту технологию решать вот такие проблемы ну и конечно здесь сода играет важную роль соде мышьяк вот насчет этого мышьяк это все-таки яд токсин которые по теории это соды должен быть нейтрализован поэтому я что-то сомневаюсь в этом когда лучше принимать соду натощак или в любое время вообще желательно тощак а вообще коллеги если вы поголодаете денек или там троечку денечков на содовой воде вы почувствуете какое здоровье хорошее прилив бодрости силы где-то во время голода хотя бы там 5-6 чайных ложек в день с горячей водой вы принимаете тело начинает излучать токсин запах идет моча мутная идет то есть организм начинает очищаться ну и некоторые кисты образования не уходит а вам останется только чуть-чуть добавить чего-то либо движение либо манипуляции практики висцеральной для того чтобы так сказать помочь организму уйти ведь организм это мощный сам регулирующая система и мы мы ее не лечим мы ее только помогаем ей даем это что оздоравливает организм а сейчас говорят что сода по госту 2014 года с вредными добавками нельзя пить ее что скажете по этому поводу вы знаете вообще-то она в любом случае написано пищевая значит ответственность на себя берет министерство здравоохранения то есть каким-то образом она все-таки немножко хоть до контролирует и поэтому я думаю что здесь сильно-то очень заморачиваться не надо но злоупотреблять такой соды тоже нами не стоит а случай к случаю ну конечно прежде чем что-то делать нужно быть уверенным в том что вы делаете а можно просто съесть ложку соды с медом и запить водой эффект будет такой же не могу пить ее растворенной в воде вкус ужасный но вы знаете я не пробовал но это нужно как-то рискнуть попробовать чтобы опять же говорить о том что да это противно или не противно ну я бы не стал другой вопрос растворить ее в стакане горячей воды добавить немножко меда нормально и это было как бы первое было первое выступление по поводу комментариев и ответов на вопрос который обычно оставляет в ю тубе и уважаемые коллеги конечно интересует опять же ваши отзывы комментарии вопрос который возникает и который возникнут непосредственно вот по сегодняшней программе поэтому я жду от вас всего этого на нашем youtube канале и и и и и